всем привет всем привет вова приехал у нас тут значит марселю подключили пумпу но я вам потом расскажу и у нас другие вот эти вот катетера теперь вова нам показывает как лучше лайфхаки снимать его потому что он более такой туго одевается туго снимается и видите себе поставил катетер вчера еще и мы учимся на витте тренируемся чтобы марселю но он говорит когда больно как не больно если как мы потянем его говорит как лучше щелкать щелчок чтобы был где как но мы это все знаем просто они разные у марселя легче снимался вот этот вот да вот этот он тяжело плотно сидит и тяжело снимается поэтому тренируемся на витте у аку чек она легко снималась а ты slim от и slim тяжеловато поэтому теперь две пумпы у вовы и у марселя одинаковый да как тебе в основу пумпы кстати скажи да вот ты скажи а кучек комбо и slim у тебя камизор когда и спать это вообще как хорошо не боишься что сахар у меня раньше я знаю вот примерно я спать иду я смотрю что у меня сахар 100 все у меня уже как в голове это я даже вот там можно ставить типа ты спать идешь и ты ставишь это модуль это не делаю а это 7 запады до скажем 70 или 80 его муж ничего не дает я сплю ну если бывает только через 70 ну лучше чем 40 или 30 ну конечно конечно поэтому более спокойный сон скажи на работе тоже так вроде бы хорошо потому что если я вот у сахара вот я бываешь и сам не замечаешь что у тебя сахар падает ты работаешь работаешь и потом резко так чувствуешь что у тебя падение вроде бы я напиши хорошо даже громко слышишь что рано пикает и теперь и у вовы и марселя диском вот видите г-6 г-6 но сейчас уже вове прислали письмо что выходит г-7 ну когда правда точно ничего не стоит он будет на 60 процентов меньше по размерам он будет знаете как у нас либры такая вот круглая почти была внутри идет вот эта вот штучка я тоже раньше не понимала с вот это вот серое и это transmitter получается он вставляется отдельно когда сначала этот катетер ставити потом transmitter и он на три месяца дается а сам получается вот этот вот сенсор без транспому двора он на 10 дней ставerer да да а так вот этот чип на три месяца вставляется да и потом надо другой чип вставлять еще на три месяца и вот так а потом они будут уже сразу ставишь и он уже с чипом 60, да, это хорошо, 60% меньше, а, и вот когда он, Вова и Марсель, ставим на руку вот этот вот чип, получается, да, ну, как сенсор, он 2 часа разогрев идет, 2 часа мы не можем померить сахар, да, 2 часа, вот, а с Libra было 1 час, с этим 2 часа, и теперь, когда новый выйдет, G7 выйдет, это G6 у Вовы сейчас и у Марселя, G7, который выйдет, он будет на 30 минут, короче, то есть полтора часа будет разогрев идти, а, это я не помню, 30 минут, да, 30 минут разогревается, мне кажется, 30 минут меньше, нет, ну, посмотрим, сейчас у меня письмо осталось, не суть, но факт в том, что улучшение уже происходит, и меньше, да, он будет, это уже радует, потому что, например, я вот на работе, вот, вот всегда, вот, когда я вот задеваю, это всегда только вот, где дверь, раму, в раму, всегда, ну, я работаю тоже, да, на... Марсель тоже бегал, цеплялся за дверь, вот, не знаю, почему я нигде ничего не... ну, бывает, там, в машине, знаешь, бываешь, а так всегда только вот, или дверь, или... Ну, а так вообще классно, да, кстати, Вова в новых очках уже привык, ты привык? Да. Да, ну, молодец, теперь хотя бы мы его видим постоянно в очках, а не так, что он такой в машине в очках ездит. Да, потому что эти стрёмные такие... Они уже были поцарапаны, Гарри Поттер, в общем, ну, потом я вам попозже расскажу, что мы с Витей пережили, а я больше, наверное, всего. Витя, он так, он не показывал свой стресс, а я обложила, как потерпевшая. Я сказала, господи, будь проклят тот день, когда я решила поменять пумпу Аку-Чек-Комбо на Теслим. Но это было всё, как сказать, в порыве гнева. Когда мы раньше делали эти шубы, ну, мы школу проходили, да, по диабету. Там же всегда был такой какой-то... Миша какой-то был. Да-да, он до сих пор и есть. Возле Миротон-Тебедах Миша. Да-да-да, точно, в центр, куда мы ездим, на контроль, да, там большой медведь. Я хочу всё испробовать, как всё есть. И дети учатся катетер себе ставить. А у нас Витя Мишка на севере. Мы бы, скажи, Декс.Ком поставили, если бы у нас... И я бы себе поставила, допустим, сенсор, но они выписывают нам пока ещё не сильно много, и чтобы сильно не расходовать их, да, попробовал только Витя. Ну, надень им для этого. Ну, да. А если было бы у нас их больше, я бы себе и на руку поставила, и так, чтобы я походила и пожила с этим, посмотрела. Ну, да, мы же любим всё это прочувствовать. Ну, поэтому, раз Витя уж поставила, я его всё спрашиваю и дёргаю, и кручу, верчу, короче, открываю, закрываю. Я хочу ещё что-нибудь привязать сюда, чтобы почувствовать себя. Вес. Попадает же, как она ведь. Ну, давай тебе кирпич дадим. Давай тебе акучек поставим, пускай падает. У нас же есть, это ещё пупа. Знаешь, тяжело, ну, как больно, наверное, как чувствовать? Ну, конечно, вес тянет. Тянет, да. Тянет, да, не больно. Кстати, игла, игла здесь тоньше катетер ставить. Она какая-то, как будто леска такая металлическая. А вот на акуче прям игла такая толстая, знаешь, как будто шить иголка такая. Я заметила разницу, да. Мне кажется, это легче проходит. Ну, как, не то, что проходит, а не так больнее. Тоньше сама металлическая. Там металлическая получается, и вокруг ещё, ну, вот такого вот качества, силикон, да, наверное, это? Нет, это не зелёная. А, как-то, тефлоновая. Ну, в общем. Всё, что пластик, всё силикон у меня. Так что, вот так что, ладно, будем допивать капучино. Вова уехал, Марсель пришёл, мороженое захотел. Покажу сейчас, на этой стороне, да, вот, видите, у Марселя тоже теперь диском G6 и пумпа. На этой стороне, по-моему, на клипсе она сейчас, видите, он без, скажите, ремня, ну, как, ремень теперь не носит, а вот на такой клипсе. И вот, в принципе, всё то же самое, что и у Вовы, да. Сейчас 205 у него сахар, чуть вниз. Уже задали, да, кушает мороженое. Как тебе новая пумпа, что скажешь? Хорошо? Легко управлять ей? Легко задавать? Да? Угу. Ему легко. А я расскажу, как мне было. Нелегко смотрится в панч-палках. Сейчас с вами поболтаю немножечко, влог закончу, потому что будет длинный. Ну, а тогда сделаю отдельную распаковку. У меня три посылочки. Пришли они не за один день. Сегодня у нас воскресенье, выходной. Поэтому у меня есть время распаковать. И кое-что мне нужно будет олене. Я ещё там тоже дам на пробу. Зелёный чай там есть. Ей понравился. Я дам пару пакетиков. Пускай ещё хорошо она хочет распробовать его. Может, будет тоже заказывать. Прям вкусно-вкусно ей было, сказала. Ну, и у меня он сейчас закончился, поэтому жду. Здесь у меня чаи, крема. Ещё есть БАДы. Это витамины, кто не знает, от Гринвей. Поэтому Анирей косметика. Будем распаковывать. Но это будет отдельная видеораспаковка. Такое сделаем, чтобы отделялась от влогов. Кто не хочет такое смотреть, просто может это видео не смотреть. А я хочу и себе оставить, чтобы, как на заметку, когда, знаете, видео заснимешь, потом хорошо раз посмотрел собственное видео. Ага, это я заказывала тогда. То-то, то-то было тогда. Это хорошая такая вот у меня. У меня же всё-таки канал для меня, в первую очередь для моей семьи, для моих близких, видеодневник введу. Поэтому обязательно распаковочку сниму. Может, что-то будет и вам интересно. Ну, а сейчас идём на кухню. Ну, и пока буду картошку чистить, нарезать, морковь, лук на суп. Немножко хотела вам рассказать. В пятницу мы решили, что вечером после работы приедет Витя, и приедет работник, который вот именно от диабета с пумпой всё будет вот это вот дорассказывать и ставить новую пумпу. Марселю. Это было полфедьмого, мы до десяти вечера, представляете, сидели с этим всем. И у нас так, короче, у меня сдали нервы. Я уже сказала всё, зачем я это всё затеяла, да, зачем оно мне это всё надо было. Я знала хорошо эту пумпу, да, и как бы всё было хорошо. Но, понимая мозгами то, что я всё-таки не моложе становлюсь, а как-то возраст нудри бывает, плюс-плюс-плюс, соответственно, мне уже, честно, тяжело по ночам вставать, постоянно мерить, постоянно отслеживать. Я не высыпаюсь, и это сказывается на моём здоровье, если на моём здоровье, понятно, на всей семье и так далее, и тому подобному. Кто у мамы с детьми диабетиками, наверное, меня хорошо поймут. Вот. Поэтому принято было решение, что будет, чтобы мне было спокойнее, Вова тоже, пумпа Теслим, да, и у Марселя также. Значит, потому что они более умные пумпы, они сами могут корректировать. Ну, конечно, сама пумпа, она ничего не может. Мы её программировали, да, вместе, вот, с женщиной, которая нам это всё рассказывала. В общем, нужно было сначала всё, все данные занести, да, в аппарат. Значит, мы говорили там, ну, писали, по часовой сколько инсулин поступает, сколько, какие мы корректуры наносим, какой у нас за день, сколько, допустим, мы можем вносить инсулина, да, за еду примерно. Потом какой там, я говорила, да, вес ребёнка. И вот это все эти параметры нужно было выставлять, да, чтобы пумпа могла самостоятельно считывать сенсора сахара и смотреть. Добавлять ей инсулин, если в Марселе, допустим, высоковатый сахар, так же, как и у Вовы, либо если сахар слишком падает, останавливать, да, немножко приостановить инсулин или не задавать там корректировочные, да, действия, или даже вплоть, что там делает, да, там, звуковой сигнал, что смотрите, у него резко падает, и я ничего сделать не могу. Этим самым облегчается процесс отслеживания сахаров ночью. Конечно, да, конечно, я буду дальше ещё пока смотреть всё. Ну, в пятницу у меня взорвался мозг. Вот серьёзно. Во-первых, женщина, которая у нас была, она очень громко говорила. Она звонкий голос, очень громко говорила. Для меня громкий голос – это всё равносельно смерти, блин, подобно. Я привыкла разговаривать. Да, сейчас я говорю чуть громче, камера стоит дальше, чтобы вам было слышно. Вот. А так вот я люблю нормальный такой тон. Её, конечно, хорошо понять было всё, но вот этот, когда со временем нарастал и нарастал разговор наш, да, она всё громче, громче становилась. Меня тут уже, короче, в ушах звенело, да. Начала болеть голова, потом я кое-что начала не понимать, как так немножко отличается от наших действий, которые мы делали. Всё вот в это вот по накатанной, как пошло, короче, и в оконцовке, когда она уехала в 10 часов вечера, а приехала она к нам в полседьмого. Всё, мы поставили Марселю катетер, как всегда, да. Сделали инсулин в ампулу, всё, 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 запустили помпу, да. И получилось так, что сотрудник уехал, да, а у нас сахара пошли в гору. Сначала у нас были сахара низкие, и сахара пошли в гору, в гору, в гору. Помпы начали расти, и я начала паниковать. А как здесь, они сказали, лучше 6 дней корректировочные действия сильно не наносить, чтобы помпа могла отследить, что, как, почём. Немножко, немножко надо было открыть, чтобы пар вышел в кастрюлю. И потом мы должны ещё созвониться, будем выставлять дневной, да, вот, чтобы днём инсулин поступал хорошо, правильно. Факторы вот эти выставить нужны, которые мы, нашу еду, сколько у нас получается, да, углеводов умножаем ещё на сумму и отдаём. Вот это нужно будет ещё всё скорректировать. И сейчас желательно сильно помпу, как бы сказать, не заставлять нервничать и её сильно не напрягать, что мы извне будем корректировки давать, да. Вот. И я потом уже, знаете, не сдержалась. Я начала ночью сама наносить корректуру, ну, вот, корректировку, да, инсулина, получается, мануэльно. И сахар всё равно не падал, сахар рос. Я уже была готова ночью снять вот эту пумпу, поставить нашу старую Аку-Чип-комбу, сделать новый катетер, что я там хоть что-то понимаю, да. Мне казалось, здесь я ничего не понимаю вообще. У меня такая вот, произошла в голове блокадок, я ничего не знаю, я ничем помочь не могу. И всё меня бесит, раздражает. Вот. После чего, конечно, всё, утром, что мы выяснили? Уже ближе к утру всё, да, было написано, что проверьте катетер, может быть утечка инсулина, неправильная подача, то-то-то, всё, короче. И утром действительно мы начали осматривать катетер, не знаю, каким образом, ой, лук, глаза щипят, что инсулин утечка была. Ну, так вот. Мы меняем, срываем старый, ставим новый, да, катетер. Но, опять же, не подумали то, мы продезинфицировали это место всё, но не подумали, что мы вчера ночью, допустим, это место смазывали кремом, то есть те места, где у Марселя ставится катетер, ложится, я их потом обязательно кремом, когда снимаем, он в душ сходит, кремом намажу, да, те места, и всё. И сейчас жарко, тепло, он и так как бы всё равно тело, да, наше, оно потеет, свой жир вот этот выделяет. И получилось так, что мы ему ставим катетер, через минут 15, наверное, он там просто так вот почесал, и катетер отваливается. И я думаю, что это за катетера такие, что за это за ерунда, у нас по кучекам такого вот не было, прям вот только ставишь, что тут же отвалился. Думаешь, почесал, да, тут немножечко, и он отваливается. Я уже опять взлюсь. Потом, значит, ставим ещё один, да, ставим ещё один, то есть получается, понимаете, да, уже третий, как бы, за ещё не прошли сутки, мы уже ставим третий катетер. Ставим третий катетер, и вот Витя себе сразу поставил, Марсель, может на мне потренироваться, застегивать, отстегивать шланг, вот этот вот подключённый. Марсель к нему подходит, задевает вот так вот, обдеваем животиком, и катетер опять сваливается. Вы представляете? Ну, короче, ну, вообще, я вообще злая на это всё. И потом Витя говорит, знаешь, давай кожу не просто дезинфицируем, а ещё, как бы, протрем сначала, а потом, ну, как, напшикали, салфеточкой протёрли, да, и ещё раз это вместе напшикать дезинфекционным средством, чтобы оно не было жировых, да, не выдавало, как бы, тело, не давало. Так мы и сделали. И вот он, правда, хорошо, всё крепко держался, до сих пор держится. И тут потом, вот, суббота, конечно, во-первых, мало спали. Ночью шёл сильный дождь, ливень, с пятницы на субботу. У меня страшно болела голова. Мы очень поздно легли спать, потому что до двух часов ночи, наверное, отслеживали, какие же сахара. Потом был прерывистый сон у меня, что я вставала без конца, аппараты все пищали. Я ничего не понимала, что делать. С утра вот этот один за другим катетер сваливается. Короче, у меня вот такая голова была. В оконцовке, это была суббота. Сейчас, ребят, секунду. Это была суббота, и нам нужно было ехать на закупку. Мы кое-как, вроде бы, всё правильно сделали, всё стабилизировали. Я начала уже немножко понимать в системе, в меню заходить, смотреть. Вроде как-то, а сердце-то всё равно стучит, да, вот за то, что не доспала, да, там всего вот этого вот хватало, голова валела. Ну и что? Вроде сахара стали выравниваться, попа стала сама делать подачу корректуры, да, и мы поехали с Витей на закупку, съездили, приехали. Потом, когда я уже сходила в душ, я не хотела ни распаковку делать, ни видео снимать, ничего. Я такая была разбитая, просто и злая, и расстроенная, и разбитая, взволнована, всё, что можно было сказать, передать это всё, да. Видите, он уже был подавлен, но он как-то, знаете, не так показывал ярко, как это я. А я вот всё, я психую, мне всё это не нравится, мне это всё бесть, раздражает. И вот зачем я это согласилась на эту пумпу, да надо было на то, и вот такое. Но сейчас, конечно, по истечению уже суббота, воскресенье, сегодня сахара уже пумпа стабилизирует лучше. Я уже понимаю её работу, я уже знаю, как то или иное уже получше, я понимаю, что будет лучше, но просто я и понимала, что будет лучше, но как у меня мозг взорвался, вы не представляете. Ну да ладно, что теперь? Я подозревала, что не без этого будет. Ну и... Единственное, меня слова держали, чтобы не выбросить эту пумпу с балкона, с психу, да. То, что я предварительно в пятницу увидела Вову, я его спрашивала, Вов, что ты скажешь, как тебе, как тебе было два месяца с этой пумпой, там почти, да, два месяца. Он говорил, хорошо, мам, знаешь, это очень классно, я доволен. И у меня постоянно вот эти в голове слова были, Вова доволен, Вова доволен, всё будет хорошо. Короче, ну просто потому, что, не знаю, наверное, каждая мама меня поймёт, как она за ребёнка переживала, да. И сейчас вот, мы поэтому и сделали в пятницу, чтобы выходные, Марсель более-менее привык к самому аппарату, в понедельник школу, чтобы он мог уже сам задавать себе за еду, да, всё. Ой, у вас опять немножко. Гороховый суп варю, сказала, нет? Поэтому думаю, сейчас сварю кушать, пойдём уже теперь спокойно с вами распакуем посылочки, я всё вам расскажу, что, по чему, почему, зачем, покажу, конечно же, поделюсь. И немножко, знаете, сегодня уже такое спокойствие наступило, вот Вова приехал, короче, как-то уже хорошо спала. Но вчера я была, я ничего не хотела, вот реально, я не кушать не хотела, с утра у меня такое было всё в голове, киш-миш, бардак, короче. Ну, потому что привыкаешь, вот у меня такое, я не могу сильно менять что-то очень на новое, для меня-то дома полотенце не в той стороне висит, всё у меня уже, меня это уже напрягает, как бы, да, а если, представляете, аппарат изменить, все поменять, и ты думаешь, сомневалась, правильно ли я это делал, да, все говорят, все, но это все, да, а я хочу знать точно, да, мне нужно было так вот, ну, я, как знаете, эта квочка с цыплятами, слишком, я очень с детьми своими связана, что со старшим, что с младшим, я даже, когда они переживают, и я это реально чувствую, я чувствую, когда им нехорошо, когда они волнуются, когда им плохо, когда им, когда им хорошо чувствую, чувствую, когда они рядом со мной, когда вдалеке где-то что-то, да, поэтому у нас с ними очень сильная связь, с моими мальчиками, вот так, ребят, у нас такие дни были, а, хотела вам показать, ну, сейчас я картофель нарежу, и покажу вам, вчера, когда закупку делали, в Кауфланде снова акции, Марсель себе, там, тоже плюшевых игрушек по старой акции набрал, мининс, вот эти, да, там, динозаврик один, акции закончились, и сейчас стефаль началась, но так как, в принципе, мне ничего не надо было, единственное, что меня заинтересовало, это контейнеры, у меня есть два контейнера, к сожалению, они очень уже старые, они хорошие, с Лидолой покупала, с зеленой крышкой, квадратненькие такие, но они уже, какой-то, знаете, вот пластик выглядит не очень, а тут, я хорошие контейнеры увидела, и пока только купила один, да, на пробу, и думала, акция на три месяца длится, и что самое хорошо, что раньше нужно было там тетрадку собирать, эти пункты вклеивать, теперь, когда я с телефоном, да, я могу, ну, как сканировать QR-код, при любой покупке в Кауфландине, мне автоматически собираются, хочу, потом возьму по акции что-то, да, или нет, поэтому, сейчас вот идет такая акция Тефаль, все хорошие там вещи, да, но они мне как бы не нужны, а вот, контейнера мне парочку нужно, два, допустим, не помешало бы два, но пока сейчас у меня один, квадратненький там был, не очень мне он понравился, сейчас перекипит, смотрю на кастрюлю, а вот, а вот суммы хорошо, замачиваю полезные картофель, для чего? для того, чтобы немножко как мало больше, убрать из картофеля, вот, так что, так что, вот так что, ну, а вот сам контейнер, смотрите, мне понравилась, это фирма Энса, и есть у меня уже, такие, контейнера для салатов, одна поменьше, другая побольше, вы помните, да, с крышками тоже зелеными, вот, если, ну, нет, я попозже потом покажу, и либо я вставлю видео, где я покупала тоже по, как акции, и нужно было собирать купончики, так вот, крышка с клипса, такая вот она, очень удобная, раз, хорошо, даже одной рукой защелкивается, да, сам контейнер получается у нас на полтора литра, вот, и что еще, ну, вот, я его буду использовать просто контейнер, но здесь еще с ним вместе шла вот такая вот, типа, как карусилечка, да, но она не крутится, конечно, но все же вставляется, и можно разделить что-то, с собой в дорогу брать, допустим, мне понравилось, что она такая нехлипкая, смотрите, она такая прям хорошая, массивненькая, приятненький, зеленый цвет, салатовый даже можно сказать, и здесь еще есть, вот смотрите, вот такая вот, типа, как небольшой баночки, крышки, очень мягкие, и улетела моя баночка, и сам пластик очень хороший, почему, я подумала, вот, использовать мне эту чашу, очень будет удобно, дальше, Марсель себе может здесь фрукты, он любит вот так, знаете, малинку, клубнику, бананы уложить, и телевизор смотрит, тоже здорово, смотрите, она такая прям прочненькая, прочненькая, можно посудомоечную машину уложить, можно в морозилку, и в микроволновку, ну, конечно, в микроволновку я буду ставить, а вот посудомойку постараюсь не ставить, и здесь, я ведь, я говорю, у Марселя, он носит с собой сахара, да, это декстрозу, или шнель, сука, да, у нас, они постоянно пластинки, эти рассыпаются, если долго лежат в кармашке, в рюкзаке, они потом, ну, понятно, трутся в что-то, ударяются, они потом, знаете, как порошок получается, либо дождь, чтобы не намочил в карман рюкзака, я говорю, видите, сюда вот как раз хорошо входит, сейчас покажу вам даже, вот эти сахара, закрыл, и просто положил в карман рюкзака, надо, открыл, достал, очень удобно, и я еще хочу одну взять, чтобы у него было две таких вот, да, и хорошо вот здесь как раз, а сюда вот он кушает, допустим, клубничку, хвостики выкидывает сюда, ну, вот тут у меня было в кухне, две пластинки, допустим, да, смотрите, декстрозы, положили, у вас еще есть место, то есть, свободно выходит, четыре штучки, закрыл, и убрал в рюкзак школьный, или в спорт, особенно в спорте, у него постоянно в кармане лежат, если долгое время он их не использует, они потом крошатся, и знаете, это как, ну, не очень, поэтому, вот это вот самое идеальное, я такие уже искала, какие-то, ну, дозочки маленькие, но не находила, а это прямо вот в идеале, вот поэтому это пойдет с марселевого рюкзака, это для фруктов, овощей, морковь, огурец, пожалуйста, ребенку дал, они часто другом кино смотрят, вот и пускай сидят, едят, будет удобно, так что вот, и смотрите, у меня разросся мой кустик мяты, надо уже его кушать будет, но вот чай медитиран, потом буду запаривать, и укладывать еще мяту себе в кружечку, как будет вкусно, все, ребят, на этом буду с вами прощаться на сегодня, влог получится, наверное, уже длинный, простите, такой болтологический, удобненько, все, ребят, пока-пока, а я довариваю суп, и занимаюсь съемкой для вас посылочек, распаковок, пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,